Здравствуйте! Мы продолжаем серию рубрик на тему защиты прав потребителей. Как не допустить ошибок при покупке квартиры, машины, дачи? Как вернуть некачественный товар? Все вы это узнаете из моей рубрики в программе «Семи до десяти». Ну а сегодня я бы хотел поговорить на тему о большом количестве услуг, которые оказывают в области образования, развития, развлечения детей. Очень важно в этом разобраться и не допустить ошибок. С вопросом к нам обратилась мама пятилетнего ребенка. Она привела ребенка к логопеду индивидуальному предпринимателю. Все ей понравилось и обучает хорошо и учит хорошо, но почему-то у нее не оказалось лицензии на право образовательной деятельности. И вот она задает к нам вопрос, насколько законна тогда деятельность этого логопеда. Отвечаем, молодец мама, которая заботилась о том, что кому она вводит ребенка. Но в данном случае не надо переживать, у логопеда нет необходимости предъявлять и оформлять лицензию на право образовательной деятельности. Дело в том, что его деятельность направлена на развитие и на коррекцию каких-либо видов навыков у ребенка, умений. А образовательная деятельность это конечно деятельность, которая намного шире. Она подразумевает наличие большой образовательной программы, итоговой аттестации в конце этой программы и выдача документа об образовании установленного образца. И конечно же в данном случае этого ничего нет. Но вот мама молодец, что она действительно задалась такой проблемой. И выяснить какие документы у этого логопеда, конечно, есть необходимость. И надо проверить есть или нет у этого логопеда документ на право профессиональной деятельности. Обучался ли он действительно на логопеды или не обучался. И конечно же вот это необходимо выяснить. Будьте внимательны при совершении сделок и покупок и помните, что закон о защите прав потребителей всегда на вашей стороне.